Успел отбыть свою дисквалификацию три матча французского чемпионата. Звездными партнерами, замечательными нападающими, Неймаром и Эдинсоном Кавани. Ну и Ангель Демария также составит им компанию. Состав у Париса Жермен характеризующее количество голов, характеризующее количество результативных передач, а именно 53 мяча и 35 делевых передач. Сыграть Джан Луиджи Буфон в обороне справа действует, что намного к этому ближе, все-таки учитывая финансовые возможности и то, что команда постепенно сыгрывается. Уже второй сезон Неймара, уже адаптировался Мбаппе, уже давно здесь играет. Самый малорезультативный матч в исполнении команды Томаса Тухеля это как раз была игра с Ливерпулем в прошлом туре групповой этапы Лиги Чемпионов и Париж забил там избежать разгрома. Так, по крайней мере, кажется, из-заставе или нет. Неймар сыграл с Ангелем Демарием. Парис Жермен. Неймар. Собрал на себе двоих соперников и заработал штрафной. Неправ Горан Чаушич, бывший футболист тульского арсенала. Этот сербский полузащитник. Первый стандарт в сегодняшнем матче. Исполнять его берется Неймар. Подача штрафную площадь. Здорово, мяч летит прямо к Эдинсону Кавани, который пытается его пропустить. Видимо, Кавани полагал, что Неймар направил мяч в угол ворот Милана Борина. В минутах Цервина Звезда сразу отходит в оборону. Никаких попыток высоко соперника прессинговать. Мы видим, что даже на тем в Цервине Звезда. Сан-Жермен. Неймар с мячом на линии штрафной площади. Неймар делает передачу. Милан Борин выбивает, но недалеко. Мбаппе тут же наносит удар. Поворот и мяч прилетает рядом со штангой. Вот теперь уже не сказать, что Цервина Звезда уверенно держала оборону. И действия Милана Борина. И главное, что действия опорных. Мбаппе. Неймар. Снова Мбаппе. Привык к тому, что Париж держит мяч на своей половине. Неймар раз за разом, чувствуя, что против него наручное правило, останавливается. Демонстратив над газоном. Ди Мария. Неймар. Здорово. Вот этот мяч у него вообще невозможно. Неймар делает... Судья согласен. Неймар, что он творит? Он еще раз добежал до Красочичича. И вновь его обыграл. Удар наносит поворотом Кириан Боппе. Но с острого угла. Здесь даже судья берут паузу для того, чтобы понять, что же им делать дальше. То ли угловой назначить мяч на сход, на скорость Бенна Буана мы пока не видим. Проходят передачи и как ловко пропускает мяч Верати на Неймара. Ну а десятку Парижа снова отоварили. И назначен штрафной. Но это, пожалуй, первая ситуация в матче, когда... Похоже, что именно Неймар и собирается пробить. Он этот штрафной заработал. Короткий разбег Неймара. Удар поворотом. Какая красота! 1-0 на 20-й минуте. И Неймар готов принимать поздравления. Но не хуже, чем 11-метровый. Исполнил этот 21-метровый. Неймар действительно стенка, не стенка, вратарь, не вратарь. Это не имеет никакого значения. При этом на повторе вы хорошо видите, что высоченный защитник Цервены Звезды. Буэдин Сави. Розыгрыша Илла Лиги и Лиги Чемпионов. Минимум три мяча забивает Париж Сен-Жермен. Пять раз забивали по три ворот соперника. И три раза по четыре. А вот здесь второй. А вот здесь второй. И Неймар оформляет дубль. То, о чем мы с вами только что сказали. Париж не отпускает Цервену Звезду. И с интервалом, мне кажется, меньше, чем в две минуты забивает Неймар. Доводя количество голов Парижа до нормы по нынешнему Лиге Чемпионскому сезону. Два в Ливерпуле, два в Париже. 2-0 в матче. Парис Сен-Жермен, Цервена Звезда. Перехвачен мяч. После ввода мяча в игру из аута постарался Адриан Рабьё. Далее забегание Кирианом Бапе. Передача на Неймара. Может помочь Неймару добиться нужного результата уже по ходу первого тайма. Неймар. Кимпембе отправляется на свою позицию центрального защиты. Неймар полез творить новые чудеса. Два соперника. Бен Набуан. И вновь отбор Парижа дает результат Неймар. А ведь заносил ногу, казалось бы, на хэт-трик. Очень хорошая позиция. Без сопротивления. Практически с линии штрафной площади. Бил Неймар. Но не лег мяч на ногу так, как хотелось бы Неймара. А можно было бы невероятно. Просто по своим размерам свободная зона в центре поля была. Передача по факту на Кирианом Бапе. Неймар. Тиагу Силван. Неймар. Мбапте. Неймар. Нейман. Недалеко выбил мяч. Неймар. Мбапе снова. Практически полностью заполнивший. Ковани. С мячом штрафов. Как сыграл Ковани. Удар. 3-0. Да, помог рикошет. Но как Ковани разобрался в этой ситуации. Громит Париж. Сорвену звезду уже к 37-й минуте. Томас Тухель должен быть доволен. Три пальца. Столько, что он использовал какие-то капли для носа или для. Неймар. И снова есть возможность забивать. Ой-ой-ой. Кириан Бапе. Порой кажется, что чем сложнее, тем для него проще. А здесь. Смотрите, какую передачу выдает. На мячей ворота Виктории. А вот Париж пошел на четвертый и забил четвертый. Оффсайда нет. Нет. 4-0. 42-я минута. Ангель де Мария. Нам не показывают Влада на Милоевича, по ходу, первого тайма. И, наверное, это к лучшему. Неймар. Неймар. Ковар. Очередная атака Париж Сен-Жермен. Неймар. С высоко подним. Касанием Кириан Бапе. Ди Мария. Ох, какой пас низом выручает Милан Бориан. Мяч в поле. Неймар. Ой-ой-ой, что творит Неймар. Ну, при счете 4-0. Это выглядит как настоящее издевательство. Досталось Принцнеллу Ким Пембен. Я вообще мог бы уже команды на перерыв отправить. Ходит Неймар. Катит меня. Его заблокировал. Савич, да. В первом тайме, конечно, ощущение, что мы с вами смотрим какую-то компьютерную игру, когда одну из команд управляет человек, а другой это самый какой-то легкий уровень сопротивления. Но получилось так. Это Лига Чемпионов, группа С, Парк Де Пренц, который наверняка рассчитывает сегодня на хэт-трик, а может даже замахнуться и на возможность освежить информацию и вспомнить, что действительно матч может стать особенным. Главный тренер команды, который сегодня может не должно было возникнуть. Вера Тигра, это Неймара, тут Мбапе, удар по воротам, Илон Борин справляется. Потому что помимо четырех забитых мячей, ПСЖ еще создал несколько шикарных шансов в первом тайме. Мог и Неймар. Оформить хэт-трик мог Бернат, Мбапе, передача на Неймара. Но что будет хэт-трик? Нет. Милан Борин имеет кое-что против. Справляется он с ударом Неймара, хотя хотел поймать на противоходе галкипер от Сорвен и Звезды Бразилец. Бить он. Мбапе ускоряется. Становится недосягаем для соперников. Неймар, момент, перебрасывает он Милана Борина. Так казалось изначально. Смотрите, Милан Борин третий раз за последние минуты. Диаби. Неймар. Мяч под левой ногой. Так отрабатывает, даже когда команда ведет с большим преимуществом. Это настраивает всех на нужный лад. Сам идет вперед. Пас. Неймар. Ничего с мячом не получается у его команды. А моменты. Бернат играет с Неймаром. Неймар. Неймар захочет им как можно быстрее забыть. Заказать желтую карточку. Неймар-то выпутался. Ну, однозначно. Может быть, все-таки даже отсюда и смысла бить нет. Да, разыгрывает мяч парижане. Неймар направляет. Неймар. Забро штрафную великолепно оставляет мяч Киллиан Умбаппе. Хуан Вернат. И это пятый гол Парижа в этом матче. Очень здорово. Средная звезда в атаке. Вот он, шанс размочить счет. И удалось это сделать. Марко Марин. Немецкий футболист забивает ворота команды, ведомой немецким тренером. Марко Марин. Зарабатывает штрафной. И делает... Похоже, Неймар снова собирается пробить. Пусть и чуть дальше установлен мяч, чем в первом тайме. Удар Неймара. Хорош! 6-1. Хэтрик. Да! Да, да, да. Ну и тут же можно уходить на замену. Свое дело Неймар сделал. Причем трижды. И вместо чемпионов в этом сезоне забила Цервена Звезда. И звучит финальный свисток португальского арбитра Артура Суареша. Поздравление всем поклонникам Париса Сен-Жермен с этой...